Я хочу измерить свой рост. Ты не мог бы мне помочь? Могу. Я могу измерить твой рост в попугаях. В попугаях? В попугаях? Каждый советский ребёнок знал, чему равен удав. 38 попугаем и 1 крылышку. Хотя крылышко можно не считать. А вот в шиномонтажке троллейбусного депо никак не могут вычислить даже попугаев. Удава нет, а считать по головам, уверенно, здесь плохая примета. Да ну, говорят в народе, так что не считают чисто никогда. Сколько есть, столько есть. Первая пара волнистых попугайчиков появилась здесь аж в 1989 году. Птицам так понравился новый дом, что они активно начали размножаться. Семейство росло, рабочие ТТУ расширяли им жилплощадь. От одной клетки до вольера с добрую часть всей шиномонтажки. Шума не боятся, они привыкли. Боятся только сквозняков. Мужчины пометы в корни, чтобы не попало. Попало, значит, они будут гибнуть. И сквозняк, самый страшный для них сквозняк воспаление. 11 лет назад к птичьему семейству присоединился совсем уж экзотический для наших широт жилец красноуха и черепаха. Потом еще одна, чтоб не скучно было. Ну, диаметром она где-то, ну, 4 сантиметра где-то раньше. Маленькая, желтенькая. Выросла вот такая крокодилица. Растительную пищу черепахи не жалуют, но всегда готовы попробовать что-то новое. Самое большое лакомство для них – рыба и мясо. От сосисок тоже не откажутся. Главное – успеть поймать. К слову сказать, черепахи опровергают свою репутацию медлительных животных. Они, если пустить, бегают хорошо и плавают за рыбой. Если живой путишь, то гоняют быстро. Минут три – съели. Минутка экзотики для работников ТТУ проходит каждый день. Люди приходят в шиномонтажку послушать птичий щебет и понаблюдать за красноухими черепахами.